Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзаду Ишинбекова. Генеральная прокуратура рекомендовала строго наказать судей Бишкекского городского суда, которые рассматривали дело бывшего чиновника ГРС Насербека Алмаматова. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета Судей Крыгойской Республики Назира Саганалиева. По ее словам, в дисциплинарную комиссию поступило официальное представление от главного надзорного органа, который просил применить к ним самое суровое наказание. Причиной для их отставки указано как раз принятое ими решение по делу бывшего начальника столичного отдела регистрации транспортных средств и водительского состава которого обвиняли в создании устойчивой коррупционной схемы. Напомним, первая инстанция приговорила его к 12,5 годам лишения свободы. А коллеги из трех судей в лице Адиса Муманалиева, Нурлана Кужембердиева и Алмаза Корыбекова в качестве наказания применили к нему штраф 3,5 миллиона сомов и отпустили на свободу прямо в зале суда. Выяснилось, что экс-чиновник после первого приговора пошел на сделку со следствием. С учетом этого обстоятельства и путем частичного сложения наказания прокурор просил изменить заключение за решеткой на штраф. После шквала негодования общественности дело попало в Верховную инстанцию, которая вернула Алмаматову срок. Однако в стране его к тому моменту уже не было. В данное время он в розыске по линии Интерпола. На сегодняшний день в адрес дисциплинарной комиссии представителей судей поступило представление от Генеральной прокуратуры в отношении трех судей Мишкейского городского суда. Это в отношении Муманалиева, Хочембердиева и Харабекова, которые рассматривали дело Алмаматова. В своем представлении, насколько мы знаем, Генеральная прокуратура городской республики просят дисциплинарной комиссии, чтобы приняли самое строгое дисциплинарное взыскание. Самое строгое дисциплинарное взыскание, как мы знаем, дисциплинарная комиссия представителей судей в соответствии с законом о дисциплинарной комиссии имеет право принять дисциплинарное взыскание в отношении судей, это начиная от замечания, заканчивая досрочное освобождение судей. Заказчик-сириец, исполнитель узбекистанец. Такой версии сегодня придерживается следствия по убийству бизнесмена Айркена Цеймаити. Сегодня об этом сообщил начальник следственного управления ГКНБ Самидин Улу Сагенбек на заседании депутатской комиссии, которая изучает обстоятельства, озвученные убитым в материалах журналистов радио Азаттык. С задержанными продолжает работать турецкая милиция. По их данным, среди подозреваемых кыргызстанцев нет. Данные в обнаруженных при них паспортах не настоящие. Для взаимодействия между силовиками двух стран в Турцию направили представителя, который и будет получать сведения о ходе расследования. Цеймаити убили 10 ноября в прошлом году. До этого он успел рассказать, как он и его подставная фирма с помощью схем на Крыгойской таможне завозила один вид товара под видом другого. И о том, как вырученные миллионы долларов он выводил из страны посредством фиктивных сделок и нанятых курьеров. Депутаты снова возмутились тем, что ни ГСБ, ни финразведка не выявили эти факты. Однако правоохранители снова настояли, что подозрения возникали, но придраться было не к чему. И в время пока нельзя утверждать, что деньги отмыты и выведены за границу. Проверка продолжается. Речь идет о более чем девяти сотнях миллионов долларов, от которых в бюджет могли поступить 6 миллиардов сумм. На заседании сегодня присутствовала директор Азаттык Медиа, а вот сам расследователь Али Токтакунов до сих пор в Праге. Он готов ответить на вопросы по скайпу. А еще в парламент пригласили и экс-зампредседателя таможни Раима Матраимова. Его также упоминают в расследовании. А между тем, граждане, прибывающие из Китая в нашу республику, проходят тщательный контроль со стороны медиков. В Минздраве сообщили, что за последние два дня из Поднебесной приехали 42 человека. 24 гражданина Кыргызстана и 18 из них китайцы. Все они, как сообщают врачи, прошли сканирование тепловизора. Ни у кого признаков заболевания не выявили. В больнице Московского района находится 6 человек, Соколукского района – 3. Все под наблюдением врачей, их состояние удовлетворительное. Остальные 33 человека отпущены для дальнейшего медицинского наблюдения по месту жительства. Еще для шести студентов из Иссыкатинской больницы тоже закончился карантин. 14,5 тысяч человек за все время особого режима прошли через санитарные карантинные пункты. Случаев заражения коронавирусом нет, заверяют в Минздраве. А значит, причин для паники нет. Граница с Китаем продолжает оставаться закрытой. Открыть ее должны были сегодня. Какая из стран, Кыргызстан или же Китай, не возобновил сообщение через наземные КПП Торугарты и Иркештам, не сообщается. Не восстановили и авиаперелеты. Рейсы из Китая отменены. Все, кто приезжает, проходит через наши посты, мы проводим всем, наблюдаем выявление вот этих клинических признаков. Это температура, кашель, насморк. При выявлении таких вещей мы их сразу изолируем. И для этого у нас есть специальные там временные изоляторы, а потом уже скорую помощь вывозим в наши больницы, где подготовлены боксированные изоляторы. Если у них никаких признаков нет, мы их тоже будем отпускать, но не под наблюдением наших врачей по месту жительства. Тем не менее, есть те, кто пользуется ситуацией и естественной тревогой граждан, связанной с коронавирусом. Как выяснилось, на правительственном уровне введен запрет на вывоз из страны медицинских масок. Бороться со спекулянтами поручили антимонопольному агентству. Аптеки призвали продавать не более 20 штук в одни руки и не поднимать цены на фоне ажиотажа. Между тем, муниципалитет решил продезинфицировать все автобусы и троллейбусы. Перед выездом на маршрут в салонах проводят влажную уборку с применением хлоросодержащих растворов. Тщательно обрабатывают поручни, панели и входные двери. А еще проветривают. Премьер отправился в Казахстан с рабочим визитом. Мухаммед Калый Аблгазиев поехал в Алмату, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. В повестку включены 14 вопросов. Предприниматели надеются, что будет решена и ситуация на границе с Казахстаном. Наши предприниматели и перевозчики стоят перед КПП по несколько дней, а то и недели. Въехать на территорию Казахстана в основном не могут транзитники. Комитет по доходам соседней республики предъявляет претензии к сопроводительным документам на груз, а еще требует установку электронных пломб. Эти требования, введенные ими в одностороннем порядке, противоречат принципу свободной торговли евразийского экономического пространства, отмечают в Кабмине нашей страны. Очередная смерть от собственных рук войсковой части. Что заставило 19-летнего парня пойти на такой шаг, пока неизвестно. Однако сообщается, что солдат оставил предсмертную записку родителям. Они не исключают, что к этому его подтолкнула дедовщина. По словам близких, молодой человек пошел служить по собственному желанию. Случай произошел в войсковой части 702 военной службы внутренней безопасности МВД накануне после обеда. Погибший житель Тонского района в момент гибели он находился в карауле. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok